Четвертое. Социальные регионы как основа экономической и социальной модернизации Казахстана. Координация мер по решению актуальных проблем моногородов будет осуществляться через программу развития моногородов на 12-20-е годы. На ее реализацию в 2013 году предусмотрено 34,1 миллиарда тенге. Акиматами областей совместно с правительством завершается работа по принятию комплексных планов по развитию каждого моногорода на долгосрочный период. В следующем году будут приняты комплексные программы развития малых городов, а их у нас 41, которые не попали в перечень моногородов. Одним из основных направлений работ правительства по формированию центров экономического роста является развитие агломерации. Системная работа в данном направлении позволит сформировать долгосрочные полюса роста нашей страны. Совместно с Акиматами областей проведен анализ резервов роста экономики регионов с определением конкурентных преимуществ и приоритетов развития каждого региона. С целью использования выявленных резервов подготовлены проекты планов мероприятий в разрезе каждого региона. В целом планируется увеличить финансирование мероприятий по решению социально-экономических проблем регионов, поддержке регионального развития и продвижению местных инициатив по усилению экономического потенциала регионов. Пятое. Модернизация системы государственного управления и повышение качества оказания государственных услуг будет ориентирована на развитие электронного правительства, продолжение его развития, упрощение административных процедур, повышение конкурентоспособности страны. С целью формирования высокоэффективного государственного аппарата разрабатывается концепция модернизации систем госуправления и закон о государственных услугах. Уважаемые однопартийцы! Необходимо отметить, что подходы и принципы, которыми руководствовалось правительство при разработке трехлетнего бюджета, остались неизменными. Проект республиканского бюджета на 2013-2015 годы сформирован на основе прогнозируемой экономической ситуации в стране и в мире. С учетом этого, в разработку бюджета были заложены следующие основные принципы. Первое. Это реализация задач, поставленных главой государств посланий народу Казахстана. В проекте республиканского бюджета на 2013-2015 годы запланировано увеличение объема расходов с 6,2 трлн тенге в 2013 году до 7,1 трлн тенге в 2015 году. Отмечу, что параметры трехлетнего бюджета полностью отвечают требованиям развития и задачам социально-экономической политики на среднесрочный период. Несмотря на заложенные при разработке бюджета достаточно жесткие ограничения, приоритеты и направленность бюджета остаются неизменными. Согласно поручениям главы государства, основными приоритетами расходов бюджета на 2013-2015 год будут являться это повышение занятости населения, улучшение условий жизни населения и обеспечение населения доступным жильем, качественный рост человеческого капитала, региональное развитие, индустриально-инновационное развитие, поддержка развития бизнеса, укрепление обороноспособности, национальной безопасности, правопорядка и мер предупреждения по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Несомненно, одним из главных приоритетов расходов, как и прежде, остается выполнение социальных обязательств государств в полном объеме. Теперь о снижении зависимости бюджета от мировых цен на нефть. Нефтяные доходы будут использоваться в объеме гарантированного трансферта со сбережением остальной части в национальном фонде. В результате доля гарантированного трансферта в общем объеме прогнозируемых поступлений снизится с 25,5% в 2013 году до 18,6% в 2015 году. Финансирование расходов будет осуществляться в основном за счет ненефтяных доходов. Таким образом, в целях обеспечения макроэкономической стабильности будет проводиться бюджетная политика, обеспечивающая сбалансированность бюджета и национального фонда. Третье. О недопущении значительного увеличения долговой нагрузки на правительство. При сохранении благоприятных условий развития для поддержания государственного долга на умеренном уровне планируется снижение дефицита с 2,1% к валому внутренних продуктов в 2013 году и до 1,5% к ВВП в 2015 году. Снижение дефицита и ограниченно использование нефтяных доходов будет способствовать снижению ненефтяного дефицита бюджета по прогнозам до 3,9% в ВВП в 2015 году. Уважаемые коллеги, вместе с тем ситуация в мировой экономике не дает особых оснований для оптимизма. Кризис в еврозоне в мире продолжает набирать обороты. В целом, мы не можем исключать возможности нового финансово-экономического кризиса. Согласно прогнозам МФИ и агентств, в 2013 году ожидается замедление темпов роста мировой экономики. Так, МВФ и Всемирный банк прогнозируют снижение мирового валового внутреннего продукта до 3,9%. Для обеспечения стабильных макроэкономических условий и сохранения роста экономики, по поручению главы государства, правительством разработан пошаговый антикризисный план. Пакет мер, в первую очередь, будет направлен на недопущение рецессий и поддержание уровня занятости. В антикризисном плане просмотрены различные сценарии развития мировой экономики, применение цен на сырьевых рынках и возможные последствия для экономики нашей страны. Подчеркиваю, что предлагаемый вашему вниманию проект республиканского бюджета на 2013-2015 годы является сдержанным и учитывает риски мировой экономики. Поэтому мы надеемся на взаимопонимание, поддержку фракции партии Нуратан. Наша партия – это партия реальных дел. Мы предлагаем вам поддержать реальный бюджет, реальный прогноз для воплощения реальных дел. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ